типа хочешь насмешить бога расскажем о своих планах вот видите где-то 10 раз нажал на на facebook и он все-таки заработал вот был даже такой был такой парето его звали итальянские ученые и он значит думает а я сейчас посчитаю какую-то теорию начал знаете есть ученые у людей цико научный склад ума они любят они любят очень делать делать они очень любят ну вот смотрят они думают напишу какую-то форму и сидят и пишут форму да тот же энштейн например да он формула писал не том формула писал архимед и так далее и парето тоже написал эту формулу которая он сказал что 20 процентов действий приносит 80 процентов результатов 80 процентов действие приносит 20 процентов результатов то есть получается 80 процентов действий мало результативные или не результативные то есть по это надо просто знать я для себя поэтому очень ну спокойно принял это как истина да к corrected окوي о все everyone и когда я делаю планы и всегда всегда как бы Понимаю, что они могут не сбыться. И ничего страшного в этом нет. И когда я назвал это, создал последний 10 шагов к счастью, это называется гибкость мышления. То есть ты гибкий, ты готов, ты изначально понимаешь, что твой план, он не более, чем твой план. И как сказал Всевышний нам через царя Соломонов в Мишле, притчи, вот прямо есть такое в притчах высказывание, что работ Махшевот Балев Иш, много мыслей в сердце человека. Вы отца Ташев, а вот отца это как совет, как решение переводят Бога, оно исполнится. То есть ты много задумываешь вариаций, да, и какая-то из них она исполняется. То есть множество мыслей в сердце человека, замысел Бога, он исполнится. Или второй вариант такой есть очень хороший. А от Бога значит то, что человек скажет. Тут вообще странно, ведь речь это, казалось бы, прямая связь между речью и словами. Вообще не прямая связь. Вот если то, что человек говорит, я уверен, что у многих такое было. Иногда скажешь, думаешь, что, зачем я сказал вообще, я так не думаю. А иногда, а иногда хочешь что-то сказать, и ты прямо вот у тебя мыслей много, а сказать не можешь. Это как раз объяснение Мишны из, не Мишны, а отрывка из Мишли, что для Бога, для человека внутри Марафот Лев, то есть его тропинки, его сердце, его мысли, они это принадлежат человеку. Ты внутри думаешь, может так, а может так. Так, очень важно, какие ты внутри используешь слова для описания своего состояния, своего настроения, своего намерения. У меня сегодня ночью, там один сын вернулся, один в Израиль, он вылетал, должен был вылетать вчера днем, а самолет отложили, вылетел ночью. Второй сын, он так и планировал, что он в 5 утра вылетал, да, возвращался в Израиль. Они были на Песок здесь, со мной в Будапеште. И, значит, и ночью я раз проснулся, два проснулся, ну, в общем, как-то там позвонил, в общем, все равно ночью у меня с детства осталось такие, опять же, видите, как голова работает. У меня в детстве когда-то в 90-е годы и в аэропорту у меня были инциденты какие-то с криминалом связанные, да, то есть не я был криминалом, а криминал на меня нападал. И в поезде тоже. У меня с тех пор, у меня путь был всегда связан с опасностью, хотя это не только у меня, а путь вообще связан с опасностью у всех. И то, что сейчас переживают множество людей, уверен, что меня слушают множество людей, которые там, например, в последнее время переехали. Я из Украины уехал, там, 5-6 миллионов человек, да, и это очень тяжелый период. То есть он по определению для человека, вот этот вот, когда ты с места с насиженного, с корнями со своими, ты срываешься и куда-то пересаживаешься, он как раз и дает возможность очень многое пересмотреть в себе. Но Тора нам говорит, что в пути у человека с ним случаются три вещи. Три вещи случаются с человеком в пути. Первая вещь, это когда про Авраама, когда Бог сказал Аврааму, лех, леха, иди себе из страны твоей, из города твоего, из дома отца твоего, значит, в землю, которую я тебе покажу. И Бог ему это сказал. И дальше Бог ему дает благословение. Это благословение, кстати, если вы хотите кого-то благословлять, вот прям запишите его. Это очень сильное благословение, которым Бог благословил Авраама. Он ему говорит так, а не эварехаха, и я тебя благословлю. Значит, браха, само слово, вот браха, когда говорят, благословение, имеется в виду материальное благословение. Да, то есть мы живем в этом мире, и человек очень сильно зависит от того, будет у него еда, не будет еда, будут деньги, не будут деньги, будет работа, не будет работа, будет где жить, не будет где жить. То есть мы все равно большую часть времени человек взаимодействует с этим миром, и пока эти вопросы не решены, чисто вот, ну, обычно это называется вопросы выживания, первый уровень пирамиды Маслоу, да, первый уровень физиология. То есть, если ты хочешь кушать, то тебя этот сигнал настолько, он перебивает все остальное, потребность покушать, да, или пить, что организм просто, он тебя все время ведет в этом направлении, тебе надо еда. И это очень сильный уровень потребности. И поэтому, когда говорят, что было у тебя благословение, оно идет синонимом благополучия. Так вот, Бог его благословил, и я, Бог ему сказал Аврааму, я тебя благословлю, а не Агдилет Шмеха, он сказал, я увеличу твое имя. Значит, сейчас вся, вообще, весь интернет, все занимаются личным брендом, все занимаются проявленностью, вот проявленность личных бренд, и так далее, что, как люди тебя воспринимают, сколько у тебя подписчиков, и так далее. Это называется, Бог сказал Аврааму, я увеличу твое имя, тебя будут знать. И действительно, все-все-все мироздание, вся цивилизация, уже 4000 лет, все потомки Авраама. В мусульмане, они молятся в этой мете Каба, это там Авраам учил Ишмаэля Толи. Значит, ну, евреи, понятное дело, что мы потомки Авраама. В, значит, христианство, это же тоже авраамическая религия, то есть Авраам действительно стал самым известным за всю историю человек, чье имя повторяется больше всего раз, и он, ну, самое известное, все. Значит, Бог ему сказал, я увеличу твое имя. Но в то время, когда он шел, значит, он выходил из Урказдима, где его семью знали, радио не было, интернета не было, ничего не было, даже письма не писали, на камням писали. Знаете, если хочешь письмо написать, в то время нужно было выбить на камням, значит, подходит, например, кто-то к Дамиру и говорит, Дамир, передай, пожалуйста, письмо. Он говорит, хорошо, ему дают такой камень-терпич, и вот там с каждой стороны выбито, значит, клинопись, все, какие-то значки. То есть письмо было тяжело передать. И тоже в письме ты же не нарисуешь человека, как написали, например, Авраам, он известный человек. А кто Авраам, как он выглядит, было непонятно. Поэтому человек, когда уходил в путь, у него имя его терялось сразу. Теперь и третье сказал ему Бог, а не Эрбеха. Эрбеха это я тебя умножу. Умножу тебя, это у тебя будет многочисленное потомство. У него не было детей там, где он был, в том месте, где он был. И он, значит, и будет у тебя браха. И Бог ему сказал, последнее его было благословение, что я тебе передам силу благословлять. То есть твое благословение будет действовать на других людей тоже. И получается, что Авраам получил эти три благословения. И пишет нам, устная Тора сообщает, что именно те три благословения, которые Бог дал Аврааму, они как раз эти три вещи, которые человек теряет, когда он отправляется в путь. Когда он переселяется с места на место, там из одной страны в другую страну, например. Он теряет имущественно. Там он накапливал, накапливал, у него там было где жить, какие-то вещи у него были, все. Он переезжает, он же все с собой не может взять никак. То есть он уже теряет. Дальше в дороге он работать не может, зарабатывать не может. То есть он, дорога человека финансово он теряет. Поэтому Бог ему дал благословение, я благословлю тебя, не бойся, он ему говорит. Иди из своей страны, из своего города, из своей земли, из своего дома отца твоего, я тебя благословлю. За деньги не волнуйся. Не переживай за деньги, все будет хорошо. Заработаешь. Там, в общем, он же не знал Авраам, как он заработает, но Бог ему помечал. Потом он ему говорит, анях делит шмеха, тебя все будут знать. Обычно человек приезжает в новое место, его спрашивают, тебя как зовут? Он говорит, а меня зовут Александра Делидиос. Как вообще? Что за имя такое? У нас вот имена здесь в Финляндии, например, и там нормальные имена. А у вас что за имя Александра Делидиос? И в новом месте человека не знают. И даже смешно, как его зовут, потому что, ну, если ты приезжаешь в новую страну со своим именем и с другой стороны, это очень, да, очень такая странное имя. Странно ты разговариваешь, ты даже непонятно разговариваешь. Теперь дальше. Они... Я умножу тебя. Обычно люди, когда едут в путь, они, ну, не занимаются размножением. Куда? Тут вы знаете, где работа найти, где, значит, какое размножение в пути. В пути, значит, человек при переезде, ему тяжело размножаться. Особенно раньше было. Вообще непонятно, куда ты едешь. В дороге рожать. Вот, но Бог ему дал и это тоже благословение. И в конце ему говорит, и будет у тебя браха, и будет у тебя сила благословлять. То есть, то, что ты будешь благословлять других людей, это будет, это и будет твоя сила, твои благословения будут. Вот Дамир, он молодец, он прямо идет по пути Авраама, и он много лет уже, слава Богу, вот благословляет всех участников уроков в Айкра, чтобы мы получили дополнительно миллионы и дали с этих миллионов сдаку милосердие. То есть, чтобы Бог нам дал, а мы стали хорошими, честными проводниками божественного благополучия этого денег и помогали другим людям и несли имя Всевышнего. И вот Авраам так и стал делать. Уходит он из этого своего урка с Дима, и потом он приходит в Израиль, и приходит он в Израиль. Многие, вот я сейчас здесь, здесь собрались беженцы, которые с Украины, в основном с Днепропетровска, с Харькова, и они, люди, которые здесь на Песок собрались, они не поехали в Израиль. То есть, они решили остаться в Европе, ждут, может, в Украине, когда война закончится, или же они в Европе уже как-то, ну, в основном все ждут, что война закончится. И вот они в Израиль не захотели ехать, да, многие не захотели. Почему не захотели? Израиль такое место очень сложное в духовном плане, по быстроте. Вот кто-то уже живет в Израиле, значит, он понимает, что Израиль это, как называют, Иерусалим это ворота в небо, да, глаза Бога всегда на земле Израиля. То есть, мы видим, что Израиль, он просто 0,2% населения мира, а во всех новостях целыми днями только Израиль, 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 Израиль. То есть, Израиль особенное такое место, да. И они, многие люди боятся ехать. И вот Авраам приезжает в Израиль, не приезжает, он тогда приходит пешочком в Израиль. И в Израиле голод, в Израиле голод. Авраам, а он же не один пошел, с ним пошла Сара, его жена, с ним пошел его племянник Лод, с ним пошли еще люди, которые ему верили. Он все время говорил о Боге, о том, что надо быть добрым, Бог поможет, то есть, надо быть. А это была очень новая идея в то время. В то время, как бы, идея о том, что есть добрый Бог, она, она очень была, как сказать, прогрессивно необычная. Потому что, какой он добрый, посмотрите. То есть, куда не посмотришь вокруг, там разбойники, там бандиты, там тигры, там львы, тут голод. Постоянный голод, потому что не было же сельского хозяйства, как сейчас, не было холодильников там. То есть, постоянно засуха, голод, набеди, налеты. Уровень сельского хозяйства был, ну, вообще минимальный, там, вот, именно надо было плугом, значит, землю вскопал, зерно посыпал, а тут налетели вороны голодные. То есть, была очень такая тяжелая ситуация. Поэтому люди думали, что Бог злой. А раз Бог злой, они думали, и то надо тоже быть злым. Чем более ты злой, тем больше ты можешь этого злого Бога, как бы, ну, вот, люди копировали. Теперь, что они делали? Они детей в жертву приносили. Они, там, захватывали города, всех вырезали. Ну, то есть, они были очень-очень жестокие такие, да, по своему подходу к миру. Для чего? У них была единственная цель, которая их, как бы, являлась для них главным в жизни. Это выжить. То есть, человек, который находится постоянно в стрессе и уровне выживания, что он не знает, тут его змея укусит, тут его скорпион, а тут такие же, как он, значит, его, ну, за углом за каждым подстерегают. И вот люди были совершенно, совершенно были очень злые. И тут Авраам выходит, говорит, Бог добрый, Бог нас любит, все будет хорошо, не переживайте. Все. И он дает вот эту вот новую идею про Бога. Люди думают, ну, ладно, пошли за ним. Он жене говорит, Сара, смотри, у нас детей нет. А там Бог пообещал, что будет у нас благополучие жизненное, что будет у нас, значит, будем известны. И еще Всевышний нам даст, что? Даст нам детей. Сара говорит, ну, не знаю, как, что, ну, пошли, ладно, пошли. Приходят они в Израиль, приезжают, как будто бы, да, на осликах, там, на верблюдах. Голод, страшный голод, засуха такая, что вообще нету, ну, нет, нечего кушать, ни еды, ни воды. Авраам тогда говорит, царе, говорит, это Всевышний нас решил проверить. Наверное, проверяет нас, потому что, потому что он же пообещал, я Всевышнему верю. Ты, вот, он же был пророк, он говорит, ну, невозможно Всевышнему не верить, это Всевышний. Я внутри слышал голос, а люди там вокруг говорят, ну, слушай, может, это ты ошибся, может, это ты перепутал какую-то мысль у себя в голове. Может, голос что-то не тот сказал, может, ты не допонял. Авраам говорит, все, я допонял, все, Бог сказал, что будет благословение, будет, все, все будет хорошо. Но, наверное, говорит, надо нам идти дальше, наверное, мы что-то не там остановились. И он, значит, идет всем караваном, они дальше спускаются куда, кто знает? Правильно, в Египет. Спускаются они в Египет. И вот они этим караваном спускаются в Египет. А Сара, она была красива очень, да? Но она была красивая, красота, это очень растяжимое понятие. В каждом месте есть свои какие-то критерии красоты. Где-то, например, вот очень долгое время, когда из-за того, что был все время голод, так очень ценились толстые женщины. То есть, если она толстая была, то это вообще, это было просто, люди на нее смотрели, думали. Может, у них была задняя мысль, что если голод, так я ее съем потом. Может быть. Но не понимаю. То есть, было прямо периоды в истории, когда чем полнее женщина, тем она красивее. До нас картинки не дошли. Не дошли до нас картинки, как, значит, вот, Дамир интересует, как Авраам стал богатым. До нас не дошли картинки, как выглядела Авраам, как выглядела Сара. Но в Торе написано прямым текстом, что когда они подошли к Египту, египтяне, они были черные. А она, видно, была светлая, белая. И всегда, вот, у черных им хочется прямые волосы. А у тех, у кого прямые волосы, им хочется кучерявые, кудрявые. Белые загорают, черные высветляются. То есть, каждый человек хочет быть не таким, какой он есть. И принять какие-то такие новые свойства, которые ему кажется, что он будет красивее, чем он есть сейчас. Хотя это тоже такая иллюзия ума. Наполнять то, чего у тебя нет. Придавать этому ценность. А то, что у тебя есть, не ценить. И человек, который так думает, он, естественно, будет, ну, все время в состоянии самонедовольства такого. Он будет думать, вау, я там некрасивый, да. И стараться все время добраться до какого-то идеала, который вообще непонятно откуда взялся. В общем, Авраам, он был умный человек. Очень, да, он был пророк. И он видит, что на Сару все смотрят. Египтяне так смотрят. Не по-хорошему. Он ей говорит. А он был очень умный. То есть, он был человеком, который всю жизнь искал путь к Богу. Учился, слушал разные уроки. Ну, то есть, всю жизнь он искал путь к Богу. И был интеллектуально очень развитый. И он, значит, царе говорит, смотри. А в мире в то время была очень важная одна вещь. Из-за того, что был потоп, потоп был за разврат. То есть, Всевышний, он уничтожил мир именно за разврат. Первый раз, когда новых остался. И у людей осталось воспоминание об этом, об этом осталось. И они все равно регламентировали, очень регламентировали вот эту вот сферу. И они говорили так, что все равно есть муж, жена, там вот эти все вещи надо соблюдать. Нельзя у человека забрать жену. Это было как бы одно из правил, что жену забрать нельзя. В законах оно было. Но убить мужа и забрать жену, это другое дело. То есть, это как не разврат, уже она вдова. Поэтому Авраам говорит, царе, слушай, чувствую я, что скоро, значит, они захотят сделать тебя вдовой. Давай сделаем такой ход конем, да. Он ей сказал так. Скажи всем, мы будем куда заходить, мы будем говорить, что мы брат и сестра. Если ты женщина свободная, то тогда на тебе захотят жениться. Какой был расчет? Если захотят жениться, то отца нету. Значит, брат выдает замуж сестру. Теперь брат просит за нее выкуп. И я буду все время просить выкуп, который люди не смогут дать. И мы так спокойненько пройдем, никто нас не будет трогать. А она была действительно его двоюродная сестра. И это не было обманом, он не обманывал. И они приходят в какой-то город, мне говорят, о, какая женщина красивая. Это сестра Авраама. Приходит он к Аврааму, выдавай ее за меня замуж. Авраам говорит, 20 верблюдов. Он говорит, ты чего 20 верблюдов, какой он наглый, да? Авраам говорит, смотри, я вот сейчас еду в соседний город, там за нее 40 уже дают верблюдов и ждет ее хозяин города, так что веди себя прилично. И так он каждый раз впетлял, что каждый, кто приходил, он ему говорил, что у тебя не хватает верблюдов, чтобы, значит, на такой красивой моей сестре жениться. И так он проходил по Египту и дошел он до столицы Египта. И там приходят к нему, значит, от фараона. А выше фараона никого нет. И вся его схема, что можно так освободиться от внимания потенциальных женихов, она сломалась. Потому что фараон, он царь, и у него есть верблюдов столько, вся страна его. И Сару забирают во дворец. И тут забирают Сару во дворец, и тут Авраам, он тогда уже Всевышнему говорит, что говорит он Всевышнему, как такое может быть? Ты мне обещал, я пошел по твоему слову. То есть он начинает молиться Всевышнему, он говорит, я верю, я знаю, что все, ты добрый, все правда, все. Но он говорит, сейчас я не понимаю, что делать в этой ситуации. И тут Всевышний, фараону и весь его дворец, на них начинается, значит, кара, их всех там, ну, я не буду, в подробности есть передание, как это все было. В общем, у них, у всех останавливается, недавно одного моего хорошего приятеля, в субботу, прям в субботу, его забрала скорая. Его забрала скорая, он орал на всю улицу от боли. Он не мог прям, у него перекрылся мочи, какая-то была опухоль, какая-то была опухоль, и перекрылся у него вот этот канал. И он не мог сходить в туалет. И он орал так, у него боли, он говорит, никогда в жизни такой боли не чувствовал. Вот у них у всех во дворце случилось то же самое, у них перекрылись мочевыводящие пути, и они все вдруг, значит, от боли начали орать, что такое. И фараону приходит сон. А написано в притчах, есть такой отрывок, что сердца царей в руках Бога. И куда он их повернет, так и будет, потому что они на вершине пирамиды. И, очевидно, Всевышний фараону тоже периодически как-то на него влиял. Мы знаем это из дальнейших повествований Торы. В общем, ночью Всевышний приходит Бог фараону во сне и говорит, что ты забрал жену у праведника, и ты совершил страшное преступление, и теперь конец тебе и всей твоей семье, и всей твоей вот этой вот дворцу. Фараон кричит, значит, срочно Авраама, приведите сюда Авраама. Приводят Авраама, он говорит, почему ты мне не сказал, что она твоя жена? Он говорит, я сказал, что она моя сестра, потому что она правда моя сестра, и нету здесь в этом месте страха перед Богом, и я боялся, что, значит, меня убьют из-за нее. Поэтому я сказал, что она моя сестра. Фараон говорит, ее тут пальцем никто не тронул, помолись за меня и за весь мою семью, чтобы нас это отпустило, мы ее не трогали, все. Не знали мы, что ты пророк от Бога, если бы мы знали, что так Всевышний за тебя, значит, все, мы бы что. В общем, извиняется, Авраам молится, фараона отпускает, все как отпускают, они излечиваются от этой болезни, и фараон дает Аврааму, значит, там, тысячи верблюдов, рабов, золота, все, и говорит, все, у тебя здесь охрана, только, пожалуйста, на всякий случай уходи из Египта. То есть, в Египте я главный, а тут видно, что Всевышний с тобой еще ближе, чем со мной, и, значит, лучше отсюда уходи. И Авраам в сопровождении охраны фараона возвращается со стадами, с верблюдами, со всеми делами, возвращается, и везде объявляют, что вот есть великий, значит, его называли князь Всесильного. То есть, у него появилось такое имя, когда он уже вернулся в Израиль, князь Всесильного. И он вернулся в Израиль, и уже после этого люди к нему уже приезжали, ученики просили, чтобы он рассказал про Бога. Он стал таким очень, ну, как центром, учебным центром он стал таким, да, и люди к нему, это современным языком, люди к нему приходили, обучались, все. Потом фараон отдал, интересная дальше деталь, которая очень важна для современного мира. Фараон отдал им в служанку, в дом, свою дочку, которую звали Агарь. И вот Агарь, она была дочь фараона, она, так как фараон, ну, в то время вот эта магическая сила, связь с Богом, она ценилась больше всего людьми, то фараон отдал свою дочку, говорит, пусть она лучше будет служанкой в доме вот этих великих людей, чем она будет здесь просто по дворцу валяться, принцесса типа, да, пусть учится. И вот Агарь, она стала у них в доме служанкой, и она после этого, через какое-то время, Сара подумала, что для того, чтобы у них не было детей с Авраамом, и она сказала, значит, так, что пускай мне Сара, ну, пускай мне Агарь родит нам ребенка, будет суррогатной матерью, и отдала свою служанку в жены Аврааму. И у Авраама родился сын, которому дали название Ишмаэль, услышит Бог, это имя переводится, Ишмаэль, услышит Бог. Исраэль это прямо к Богу, а Ишмаэль это услышит Бог. И родился этот мальчик у Агарьи, она вначале забеременела, и она сразу начала презирать Сару. У них возник конфликт, она ушла, Бог послал ангела, сказал ей вернуться, она вернулась, там целая дальше история, я не буду рассказывать. Это первая книга, которая Берешит вначале, и прямо там рассказывается глава, так она и называется, Лех-Леха. Глава называется Иди себе. Без комментариев не советую читать эту главу, если вы захотите читать, обязательно найдите с комментариями Раши. Раши это классический комментарий, и есть очень классный сейчас перевод на русский язык, с комментариями Равшимшан Рафаэль Гирш. Он был раввин в Германии около 100 лет назад, и он очень дает сильные комментарии. То есть без комментариев непонятно. Тора письменная, это код, это как сокращенный шифр, который читается как история, но в нем есть 4 уровня скрытой информации. Простой смысл, это ты читаешь, понимаешь. Ремес, намек, это нужно знать всю Тору, чтобы понимать, на что это идет намек. Драж, это то, что можно расшифровать с помощью специальных, есть специальные шифры, это дешифрование, это могли сделать только мудрецы. И сот, это тайный смысл, он говорит о том, что происходит в этот момент в духовных мирах. Это то, чем занимается Каббала. И сразу вам скажу, что любой комментарий, он дает один из ракурсов. И есть классические комментарии, это те люди, которые знают всю Тору. То есть, чтобы вот, главное, чтобы вы не ошиблись и не попали в ловушку. Вот я, например, я учу Тору. То, что я вам сегодня рассказал, это мое восприятие того, что я изучал в Ешиве у раввинов, которые знают Тору прямо, знают-знают. Вот, теперь, но я не раввин. Я вам рассказываю, как я понимаю эту историю с точки зрения психологии. Мы изучаем сейчас Тору с точки зрения, как действовать, не с точки зрения информации. Весь сегодняшний урок был о чем? О том, что если планы нарушаются, то у тебя должен быть сразу второй план. И в любом плане ты должен верить, что Всевышний тебе поможет. И главный секрет успеха в жизни, это не планы. Это много планов и благословения Всевышнего. Вот это главный секрет успеха. То есть, если есть благословение, то тогда на любом пути у тебя будет удача. Как сказал царь Соломон, мудрейший из людей, на каждом беколь драхеха деу, на всех своих путях познавай Бога, вэу, яшер архатеха, и он выпрямит твои дорожки. То есть, если ты глобально идешь по жизни с любовью ко Всевышнему, с стремлением выполнять его волю, с молитвами, что спасибо тебе Всевышний, все от тебя. И дай мне мудрость, чтобы я точно шел по правильной дороге. То есть, ты выбираешь путь Всевышнего. Вот это ответ на вопрос Дамира. Что когда ты выбираешь путь Всевышнего, ты хочешь делать так, как он хочет. Иногда мы не знаем, но мы хотя бы, если мы действительно наши намерения узнать и сделать, это первое, что важно, идти по путям Всевышнего. Второе, что важно, это благодарить Всевышнего. Первое, благодарить Всевышнего за то, что он тебе дает за все. И третье, чтобы было благословение, это стать самому источником благословения для других. То есть, работать посланцем Всевышнего. И если он тебе дает деньги, ты распределяешь людям деньги, даешь людям, помогаешь. Если он тебе дает, вот Дамир, кстати, задает этот вопрос не зря, он хочет благословения. И вот сколько лет он на каждом уроте благословляет всех. И дай Бог ему, чем больше ты производишь благословения, тем больше ты получаешь благословения. Очень простой способ. Все, друзья, удачи, успехов, чтобы Всевышний благословил всех участников урока ВАИКРА, всех друзей ВАИКРА, партнеров ВАИКРА, спонсоров ВАИКРА, всех хороших, добрых людей. Чтобы благословил всех, кто нуждается сейчас в помощи, чтобы было полное выздоровление. И чтобы самое, вот я каждый день молюсь, и вся сила от наших уроков идет на то, чтобы заложники, которые сейчас сидят в этих подвалах у этих злодеев хамасовских, чтобы они вернулись домой, и закончилась война. Чтобы Всевышний злодеев, настоящих злодеев, он их по-любому накажет, это факт. Но чтобы это произошло быстрее на наших глазах, а чтобы хорошие, добрые люди все вернулись домой к своим семьям и были здоровы, счастливы, радостны, и чтобы мы с вами были тоже радостны. Все, всем удачи, успехов, шаббат, шалом, до воскресенья. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok